Дамы и господа, мы все рады очень вас здесь приветствовать. Уже было сказано о том, что открылась у нас замечательная выставка. В Казани это первая выставка масштабная, большого авангарда. И большой проект для Казанского Кремля, для выставочных залов, присутственных мест. Пространство достаточно новое. Пользуясь случаем, всех приглашаю на выставку. Она с сегодняшнего дня работает. Проект называется «Авангард на телеге в 21 век». Может возникнуть у вас вопрос, почему такое странное название. Откуда телега, какой 21 век, о чем мы все тут говорим. Введу немножко вас в контекст. Мы поговорим потом попозже с нашими спикерами более подробно. О очень интересных коллизиях этой выставки. Потому что выставка непростая. Она 100 лет фактически существует. в пространстве. Сейчас выставка, которая представлена, это реконструкция выставки 100 летней давности. 100 лет назад Евгений Медведев и Сергей Якимов, это два таких энтузиаста из Вятской губернии, решили, что искусство надо двигать в массы, в прямом смысле этого слова. И организовали огромную по тем временам передвижную выставку, которая включала в себя около 300 работ. И задача была показать людям срез современного искусства. И что такое было современное искусство на то время? Это действительно было такое мешанина, условно говоря, всего из художников, которые работали в реалистической традиции. Художников, которые начали двигаться куда-то дальше, переходить в авангардный поиск, в абстракцию и дальше. То есть 100 лет назад это был такой масштабный, огромный проект, действительно срез, показывающий все, чем жили художники и вообще культурная, так сказать, жизнь в то время. Я с удовольствием представляю наших спикеров сегодня. Все, почти все, они, три человека, это кураторы выставочного проекта, и один из них, не из них, следующий человек, это искусствовед, который тоже занимается русским авангардом в том числе. По очереди представлю, это Игорь Галеев, Ильдар Галеев, руководитель галереи Галеев, который находится в Москве. Это человек, который занимается феноменом казанского авангарда. Это Анна Владимировна Шакина, тоже человек, который вплотную занимается авангардными течениями. Это первооткрыватель того же Кандинского в Вятке. Анна Владимировна, директор Вятского художественного музея имени Воснецовых. Это Андрей Дмитриевич Соробьянов, искусствовед, исследователь вообще феномена русского авангарда, один из авторов энциклопедии русского авангарда. И Глеб Ершов, профессор Европейского университета Санкт-Петербурга. Вообще, явление русского авангарда достаточно масштабное, и оно достаточно конкретное, имеет свои конкретные временные рамки. Начинается оно с 1907 года, когда начинает действовать группа «Голубая роза». Хотя «Голубая роза» включала в себя больше символистов, но там уже чувствуются зачатки авангардного течения. И заканчивается этот период 1932 годом, когда в Советском Союзе были ликвидированы практически все художественные организации, и был создан Союз художников, куда вошли все, собственно, художники. Хотели они того или нет, они туда вошли. Если не хотели, конечно, не вошли, но все организации были упразднены, которые до этого существовали. И первый вопрос у меня, наверное, к Андрею Дмитриевичу на тему, как работы большого количества художников русского авангарда оказались рассеяны по всей стране. Мы практически везде можем найти те или иные работы, большие, маленькие, графику, или холст масла, или какие-то другие техники. Как так получилось, что они повсеместно распространены у нас по всей России? Добрый день. История действительно удивительная с этой выставкой, с этой находкой. Но прежде чем рассказывать конкретно о выставке, наверное, нужно как-то погрузить вас в атмосферу художественной жизни, начало 20-х годов. Представьте себе обстановку в России в это время. Голод, холод. В общем, какие-то страшные последствия гражданской войны. И людям, конечно, не до искусства. Но при этом в 1918 году создается такая организация, удивительная, которая называлась Наркомат Просвещения. И во главе отдела ИЗО, то есть отдела изобразительного искусства, который заведовал всем искусством вообще, не только живописью и графикой, кино, театр, журналы и так далее, и так далее. Вот во главе этого отдела становится главой отдела довольно известный уже в те времена художник Давид Штеренберг. Луначарский, так сказать, наделяет его всеми возможными правами. Ну, типа того, что делай, что хочешь, а деньги есть. И вот это удивительная ситуация, потому что Давид Штеренберг сам не был авангардистом, в прямом смысле слова, хотя его картины несколько имеют тоже авангардный такой оттенок. Он вообще жил долгие годы в Париже. Там он познакомился, кстати, с Луначарским. И, в общем, он был человек не власти абсолютно, а человек со стороны. И вот так вышло, что он, не то что он поддерживал авангардистов, но он к ним благоволил, и он позвал их просто в отдел из ОНР Компроса. И туда пришли практически все художники, которые были так или иначе связаны с авангардом. Ну, там, Малевич, Татлин, Попова, Удальцова, прочие-прочие художники первого уровня, художники второго уровня, третьего. Всем нашлось место работы и какие-то, так сказать, возможности проявить себя. И действительно этот из ОНР Компроса работал по самым разным направлениям. Я расскажу о том, как осуществлялась система образования. Как вот из ОНР Компроса учил молодых художников новому искусству. Сегодня это выглядит немножко странно, но в те времена это была, наверное, единственная возможность была, так сказать, научить художников, показать им, что такое современное искусство. Было образовано музейное бюро, такая структура, где было всего трое человек. Таким неофициальным директором, руководителем, скажем, был Василий Кандинский. Это старшее поколение авангардистов. Уже по тем временам он был признанным мэтром, известным не только в России, но и в Германии, в Европе. Молодым еще тогда. Родченко был молодой. Он занимался всякой технической работой. И был секретарем. Три человека. Это была маленькая комната на Волхонке, где они сидели. И их задача была покупать работы авангардистов. Правда, у них была идея покупать все направления, но покупали в основном авангард. И, как известно, авангард никто не покупал до революции. А тут просто у всех загорелись глаза у художников, потому что они наконец стали получать деньги за то, что они делают. Малевич, например, свой черный квадрат, который был сделан в 15-м году, он продал, вернее, у него купили фонды музейного бюро. Значит, задача была, в чем заключалась задача музейного бюро? Отправлять в города, где есть художественные училища по всей России, эти произведения искусства в качестве образцов. Тогда было легче взять картину Кандинского и отвезти в какой-то другой город, чем сделать фотографию. Вот это удивительно сегодня представить себе. Это невозможно. Да, с интернетом и прочее. А тогда было проще сделать так. И, в общем, за время работы музейного бюро, где-то три года приблизительно, было в общей сложности разослано в 40 городов России, включая Казань тоже, между прочим, около двух тысяч произведений искусства. И там была не только живопись, хотя преимущественно живопись, но графика и даже скульптура. Как это осуществлялось? Приходил представитель города, училища в это музейное бюро и отбирал то, что ему нравится. То, что он считал нужным для обучения студентов своего города. И увозил с собой 20, 30, 40 произведений. Зависело от того, что в это время находилось в музейном бюро. И вот таким образом русский авангард распространился по всей стране. Надо сказать, что из этих двух тысяч, к сожалению, до нашего времени дошла только половина произведений. Но все равно, эта половина, это огромный объем картин и произведений искусства авангарда, который вообще распространился вот так вот по всей России. Это было первое такое движение авангарда. А второе, это когда уже была борьба с формализмом и работы из центральных музеев по приказу начальства из, там, скажем, глав науки или какой-то там типа министерства культуры. Тогда министерства не было, но как-то оно уже как структура существовала, конечно. По приказу и в целях борьбы с формализмом эти работы уже высылались из центральных музеев в разные провинциальные, далекие и самые далекие музеи. И таким образом еще несколько, я думаю, ну, несколько, две-три сотни работ попали уже как высылка это была. Это был уже не процесс обучения, а это была высылка с целью спрятать как можно дальше. Вот таким образом попали работы в Сыктывкар, куда-нибудь еще, в самые далекие места. Ну и вот наша выставка, о которой я уже не буду сейчас рассказывать, а передам слово, наверное, Анне Владимировне, эта выставка тоже вписывается вот в эту структуру обучения художников и просто зрителей, простого народа обучению их современному искусству. Анна Владимировна. Или нет? Да? Да. Можно и я. Да. Ну вот, да, это все так, действительно, но я хотел бы начать с определением дефиниций, потому что авангард – это термин, которым можно оперировать с большой осторожностью. Что такое авангард? Это передовой отряд всего того, о чем бы вы ни подумали. В искусстве ли, в культуре, в живописи, в танце, в музыке и так далее. Можно дальше долго перечислять. Это то, что ломает привычные представления, это то, что разрывает границы и доставляет тем самым людям удовольствие. Это агрессивная форма поведенческая такая, потому что она связана с опровержением, с отрицанием всего того, что сделано до, и с обращением взора вперед, в будущее. Так вот, вот если вот исходить из этой формулы, наша выставка, которая называется «Авангард на телеге в 21 век», все-таки вмещает в себя не все картины, авангардом являющиеся на самом деле. Потому что у нас экспозиция разделена на три части. Это первый раздел посвящен художникам академического, реалистического направления. Это те художники, которые учились держать кисти, оперировать холстом, красками, как работать с тушью, пером, как совершать магические действия над печатными формами и печатать гравюры. Другой раздел – это, собственно, попытки художников преодолеть этот меловый круг академизма и выйти в какие-то другие пределы. Но не без пределы, конечно. Пределы, они все-таки еще содержат известную долю фигуративности, опираясь на фигуративность, обращаются уже таким символистским языком, каким-то иным звучанием, нетрадиционным, неконвенциональным, что ли. И третий зал, собственно, посвящен как раз радикальному авангарду. Там, где вот все границы порушены, разрушены, и люди выходят в открытый космос и тем самым поражают воображение зрителей. И вот авангардом наши предметы искусства, помещенные на выставке, не все являются, а является только какая-то часть. У нас, скорее, авангард – это сама философия, сама идея репрезентации, подача, то есть попытка сделать невидимое видимым и говорить на понятном, демократическом, вполне ясном языке с людьми, которые не совсем еще разбираются во множестве измов. Супрематизм, экспрессионизм, импрессионизм и так далее. А просто приходит выставочное пространство, и мы создаем какую-то комфортную среду для них, чтобы они понимали, с чего все начиналось. Начиналось все вот с таких вот милых пейзажей, сермяжных, можно сказать, российской природы, хорошо сделанных профессионально. Все это движется в направлении к работам Кандинского, например, абстрактным, беспредметным работам Клюна, Розановой и так далее. Вот этот метод репрезентации мы хотели как бы показать как можно более понятным. Вы знаете, вот у Малевича в его школе, в Генхуке, где он преподавал, была такая форма приобщения художников, его студентов к современному искусству через понимание всех предыдущих стадий развития искусства. Поэтому его ученики, они сразу не писали беспредметной картины. Они не начинали с квадратов, треугольников и крестов. Нет, совершенно нет. Они копировали работы передвижников. Они проходили через понимание того, как писал Ренуар, Мане, Эдуард Мане, и Пикассо, Матисс. И только тогда Сезанн, для них очень важен был Сезанн, конечно же, да. И проходя постепенно все вот эти стадии понимания развития художественной культуры, вот тогда уже вот студент имел право и возможность обращаться уже к такому радикальному отражению действительности в художественной форме. Вот наша выставка это вот такой порядок. Вот постепенный переход из одной стадии в другую и стремление, чтобы каждый зритель смог понять этот плавный переход, потому что, если он будет начинать все с третьего зала, он придет к Андинскому и скажет, что это. Собственно, такая реакция была у зрителей сто лет тому назад в замечательных вятских городах, иранские, советские. но там была аж полерная развеска, которая включала в себя произведения всех художников без разбору, и рядом висели реалисты, такие махровые реалисты, рядом с хулиганами, с теми, которые стремились своих коллег, реалистов просто сбросить с корабля современности. У нас как бы совсем другой подход, и я прошу вас понять эту нашу кухню кураторскую именно таким образом. Никого не сбрасываем с кораблей, всех принимаем, образовываем и показываем, как это происходило с самого начала, от чего мы начинаем двигаться и к чему мы в конце концов приходим. Ильдар начал говорить о концепции выставки, и тут я бы хотела передать слово Анне Владимировне, потому что сама история вообще, почему эта выставка стала возможной, это практически детективная история, потому что сто лет назад эта выставка, посетив два города, Советск и Яранск, в Яранске она закончила свое экспонирование осенью, и организаторы решили двигаться дальше, но тут как говорится, что-то пошло не так, началась осенья распутиться, дожди, и телеги, на которых двигался караван, вот эта процессия с работами, он просто банально застрял в грязи, в бездорожье, и все эти работы были отправлены в маленькие музеи, и там они практически пропали, на долгое время, по крайней мере, они выпали вообще из культурного оборота, и вот Анна Владимировна нам сейчас расскажет, как так получилось, что все эти шедевры опять вернулись к нам, и мы имеем возможность их смотреть сейчас, их видеть в больших пространствах. Добрый вечер, дорогие друзья, я расскажу немножечко о жизни города Советска, где были эти выставки. Итак, 1920 год, как Андрей Дмитриевич сказал уже, голод, холод, гражданская война. В городе живут люди, которые хотят познакомить жителей этого города Советска и жителей Вятской губернии с художественными процессами, проходящими в стране. Они делают первую выставку весной 1920 года, и эта выставка состояла из работ вятских художников. Вятка и Советска находятся на достаточно небольшом расстоянии друг от друга. Следующая выставка состоялась осенью, там было 27 участников, из 27 участников 20 окончили Казанскую художественную школу. То есть это была выставка вятских и казанских художников. То есть это уже границы выставки, границы искусства, с которыми знакомили жители вот эти энтузиасты, они немножко в рамках своих разрослись. И когда эти энтузиасты, это был Евгений Медведев, Сергей Белянин и Сергей вшивцев поняли, что у людей выставки вызывают интерес, они подготовили осенью 1921 года выставку, третью художественную выставку, которая сначала была показана в городе Советске, потом доехала до Яранска, и там действительно ее благополучно забыли, хотя в маршруте выставки было семь городов Вятской губернии. И выставка должна была закончить свой путь в городе Вятки. Вот эта третья выставка, она была очень большая, было около 350 произведений, 50 авторов. И вот эти энтузиасты, они собрали выставки, картины, как живописные, так и графические, сначала в Вятке, потом они поехали в Москву, потом в Петроград, какие-то из них поехали в Казань, и вот собрали такой большой проект. Музей, в котором они показывали эту выставку, небольшой районный музей, там буквально три комнаты, поэтому чтобы показать, это не присутственные места Казанского Кремля, и чтобы показать эту маленькую выставку, конечно, работам было тесно, они, как мы говорим, были развешены практически одна над другой, то есть так называемая шпалерная развеска. Надо вам еще сказать, что эти энтузиасты выпускали какие-то рик, то есть они действовали, современный подход у них был к продвижению выставок, они делали рекламы, и они делали каждой выставке маленькие, буквально на ладошку каталоги, где они художников всех записывали, они прописывали название работ, но ни размеров, ни практических техник в этом каталоге не было. И вот выставка пользовалась успехом, на нее сходила практически половина населения города Советска, причем есть такие факты, что они писали устроителям, вот жители села Великий Путь не могут прийти на выставку, потому что сейчас у них какие-то работы земельного характера, можно ли продлить часы работы выставки не до трех часов, а до шести часов, то есть видимо потребность в знакомстве с искусством у жителей Советска была. Надо вам сказать, что Советск это небольшой купеческий город, то есть там действительно кукарка до 1919 года, да, то есть это действительно был такой интересный городок со своей историей, со своим характером, со своим образованием, то есть исходя из цифр, которые даны нам в настоящее время, мы можем себе представить, что выставка пользовалась успехом. Но конечно же, если мы будем говорить с точки зрения, что привлекало зрителей, вот нам как кураторам представляется, что все-таки, например, творчество фешина, даже творчество Штеренберга, возможно, привлекало больше, чем творчество Удальцова и Родченко, Кандинского, но тем не менее они знакомились с современным искусством. и во вступительной статье к каталогу авторы писали, что для нас важно показать срез искусства, какой он есть сейчас, то есть художников различных направлений. В 1965 году часть работ из того музея, где они были забыты, Иранского краеведческого музея, были переданы в Вятский художественный музей. И вот постепенно с этого момента началось исследование тех работ, которые были показаны на выставке. Нашлись каталоги по крупицам, по номерам на оборотах картин, сопоставлялась перечень работ, которые мог участвовать в выставке. И к счастью, энциклопедия русского авангарда поддержала этот проект. И этот проект впервые был осуществлен сначала в Екатеринбурге, затем в год столетия со дня создания выставки в Вятском художественном музее в городе Кирове, затем в музее русского импрессионизма. И вот как мы с кураторами шотим, телега наконец доехала до Казани. Действительно нам было важно показать эту выставку в Казани, потому что строители, они так же, как и мы, мечтали показать эту выставку в Казани, так как очень много казанских художников в ней участвовало. Я думаю, наверное, и сами казанские художники того времени мечтали, чтобы эта выставка была показана здесь. Поэтому вот так звезды сошлись, и эта интересная выставка открылась у вас, она очень интересная. Каждый зритель найдет для себя что-то свое, то, что откликнется именно ему. Потом здесь очень интересное оформление выставки, вот сама подача. Ну и как сказал молодой исследователь, что выставка возможно, реконструкция выставки, она возможно интереснее, чем та выставка, которая показана была в 1921 году. Потому что тогда Кандинский, Родченко, Дальцова, Древин, Штернберг, Пальцева, наверное, были малоизвестными художниками, а сейчас это звезды с мировым именем. Поэтому всем обязательно на выставку в присутственные места. Я хочу сказать, что Анна Владимировна, она со свойственной скромностью не рассказывает о всяких деталях, как она открывала Кандинского. Надеюсь, она еще это расскажет. Я расскажу свою историю, она эмоциональная достаточно, потому что когда я первый, в какой-то в очередной раз я поехал в Вятку и Эльдар Галеев мне сказал, тебе надо познакомиться с Анной Шакиной. Я говорю, а кто это такая? Ну, это там вот в администрации губернатора работает замечательная женщина. Вот я познакомился с Анней и она мне тоже сказала загадочно как-то, вам надо в Яранск. Я говорю, а что в Яранске? Увидите. И такая была интрига. Яранск это все-таки 200 километров от города, от Вятки. В общем, нашли машину, я поехал, приехал в этот маленький краеведческий музей. Мне с гордостью директор тогда была, не тот директор, который сейчас, Галина Борисовна тогда была замечательная женщина. Она мне с гордостью сказала, что теперь через Яранск идет какая-то трасса, а в это время шли просто строим КамАЗы и от них летела пыль, потому что дорога была песчаная, а не асфальтовая. Я понял, насколько у нас разные с ней представления вообще о цивилизации и жизни. И вот зашли мы в музей, где в залах стояли какие-то высохшие березы, на них сидели такие потрепанные вороны, какой-то медведь стоял, там, не знаю, наконечники неандертальских этих копий, детские рисунки. А я все жду чего-то. Я говорю, а где произведение искусства? В хранении, она говорит. В хранении это оказался такой полуподвальчик маленький, куда мы спустились, и я увидел первое, что я увидел, вот там стоял похожий по размеру стол квадратный, и на нем лежала такая груда холстов, которые свисали вниз. И верхний холст, это был фешен сарай в чудовищном состоянии, потому что просто он сыпался, прямо вот ты трогаешь, и того, гляди, он рассыпется весь на части. И, в общем, вы знаете, что я почувствовал, я прямо, когда они взяли эту картину, хотели мне ее показать, чтобы я ее видел, вот так вот, вертикально, не трогайте, она сейчас рассыпется вся. В общем, это было просто буря эмоций какая-то была. А уж когда мне стали выносить графику в таких старых каких-то выцвевших папках, я открывал их, я там увидел Кандинского, а я к этому, честно говоря, не был готов, что там будет Кандинский. Анна Владимировна знала, но почему-то мне не сказала. Вот, наверное, решила проэкспериментировать со мной, выживу я в этот момент или меня хватит там инфаркта. В общем, это было что-то невероятное. Вот я это все увидел, эти сокровища, и, конечно, потом я вернулся обратно в Вятку, мы снова встретились, и тогда вот у нас родилась идея сделать реконструкцию. Вот так вот было. Вот интересно, кстати, что чувствуют люди, которые открывают клады. Наверное, это вот тот самый случай, когда ты открываешь и, не знаю, сундук, который достали из-под земли, и он лежал там много, десятков лет, и там сокровища. Наверное, это вот те самые такие эмоции, которые, наверное, люди испытывают в поисках кладов. Вот я хотела бы спросить у Глеба, наверное, Глеб тоже исследователь, попадались ли ему какие-то такие, были ли в такие моменты такого исследовательского восторга, когда что-то открывалось новое или совершенно неизвестное. Глеб вообще следователь творчества Филонова, но, может быть, вы что-то расскажете нам из этой истории. Спасибо за приглашение к участию в дискуссии, и у меня, я сразу скажу, вот таких поразительных находок, когда Андрей Дмитриевич, Леонид Владимирович, ну, или Ильдар, я так похвастаться не могу, но я тоже поделюсь своим воспоминанием о том, как я познакомился вот с частью работ, которые сейчас представлены на выставке в городе Слободском. Это город, ну, Вятская губерния, это сейчас Киров, да, и я там был в начале нулевых годов, просто гулял по городу и не подозревал ничего о том, что там хранится авангард, и зашел в местный историко-краеведческий музей, который находился тогда в церкви XVII века, и я пришел уже к закрытию наверху, это церковь двухъярусная, в верхней части была экспозиция быта, там стояли манекены наряженные крестьянами, мещанами города Слободского, вот, я увидел, что там есть еще подклет, и я говорю, хранительница, такая женщина, которая стояла с ключами, вот еще, наверное, XVII века, я это потом понял, и так вот настойчиво позвякровала, что время уже закрытие, я говорю, ну у вас же есть еще подклет, можно мне посмотреть, остается там несколько минут, ну давайте, и мы пошли, она открывает этими огромными ключами дверь в церковье, вот, там свет сжигался по помещениям, первый зал, ну да, портрет Льва Толстого, исполненный текстом крейцеровой сонаты, кто-то из вот фанатов Льва Николаевича, еще при жизни его такой портрет нарисовал, потом физгармония, откуда-то может быть конфискованная из помещичьих каких-нибудь там владений, потом птицы наших лесов, следующий зал, она говорит, ну все, я говорю, ну вон там еще есть такой, знаете, настойчивый человек, вот там еще последняя комната, и она включает свет, вот именно вот этот щелчок, и я замираю, потому что передо мной вот эти холсты, которые вы можете увидеть, там Экстер, там Розенова, Попова, и это такой просто вот удар цветовой, яркий, это счастье, я понял, что я вот не зря оказался тогда настойчив и все-таки дождался самого главного, и вот это вот, как Андрей Дмитриевич говорит, про Иранск, это примерно вот так вот выставлялось, да, то есть, ну это было чудо, о котором я совершенно не подозревал, попав в этот город, и конечно, я понимаю, как дороги вот эти обретения авангарда, я вообще хотел сказать, что я оказался в Казани, приехав из Нижнего Новгорода, где проходила конференция «Карта авангарда», и цель этой конференции вообще была такая, чтобы собрать по возможности людей, кто хранит авангард во многих городах, где он оказался, чтобы вот познакомить их друг с другом, ну и представить, что можно было бы дальше делать, вместе и сообща, потому что авангард, он открывается медленно, и несмотря на то, что прошло уже сто лет, вот видите, какие находки появляются, да, и стоит сказать, что вот сами художники авангарда, ведь они представляли очень различные места Российской империи, мало кто из них родился в столицах, и вот это возвращение как будто бы на те исторические малые родины, откуда они сами были родом, или где они оказывались потом, будучи преподавателями, комиссарами нового искусства, оно выглядит вполне закономерным, да, то есть это было не случайным, а именно программным явлением, то, что авангард так стремительно, революционно, буквально захватил вот территорию, выйдя за границы столиц, где он, собственно, создавался. Можно я добавлю вот ваши слова, Глеб, о городе Слободской, у меня буквально вчера был, была беседа с директором музея, и она мне рассказала такую вещь, что, в общем-то, все эти вот поражающие воображения картины, находящиеся в их фондах, они не случайно оказались там. Дело в том, что при распределении нарком-просом картин русского авангарда, то, о чем вот поведал нам Андрей Дмитриевич по всей стране, на одном из документов, предписывающим отправления картин далеко в провинцию, стояла подпись художника Лупова. Лупов уроженец города Слободской, но тут еще есть казанский след, потому что Лупов в гимназии учился рисунку в городе Слободском у Петра Максимилиановича Дульского. Дульский это известный наш краевед, музеевед. В общем, на нем держалось очень много чего. Это такой просто исследователь казанский, который писал свои статьи в журналы Аполлон и Золотое Руно о состоянии художественных дел в Казанской губернии, который был соучеником Бориса Анисфельда, Исаака Бродского и Бурлюка. И, в общем, это как бы он преподавал в городе Слободском в гимназии рисования. Вот его ученик Лупов став художником, возглавил какой-то из подотделов, занимающийся распределением картин по стране и решил, что в свой родной город надо отправить вот эти авангардные картины. Вообще, надо сказать, что вот то перекрестное опыление, которое они делали, эти ребята, возглавлявшие подотделы, подписывающие бумаги. Они, наверное, сами даже не предполагали, какое важное и полезное дело они делают, потому что в стране победившего соцреализма отчаянно боролись потом с авангардом. Они его уничтожали, они писали инструктивные указания, постановления, бумаги, спускали сверху, предписывающие уничтожить формалистические картины формалистических художников. Но распределено было, как правильно сказал Андрей Дмитриевич, так много по всей стране, что ну просто нельзя было стереть это с лица земли феномен русского авангарда. Ну просто он до сих пор находится в самых неожиданных случаях. Вот мы говорили о неожиданной находке акварели Гондинского. Вот Анна Владимировна автор этого открытия. И я вам скажу, что наша выставка спустя 20 лет после открытия Гондинского ознаменована еще одним открытием. Тресковская галерея выдавала нам работы Чебутарева на выставку месяц назад. И у них в такой тяжелой добротной монтировке находились эти работы Чебутарева. И конечно для того, чтобы передавать нам, они размонтировали эти работы. И в результате оказалось, что на обороте одной из работ Чебутарева был совершенно неизвестный холст Александра Платунова. Еще одной очень известной и важной художницы казанского авангарда супруги Константина Чебутарева. Более того, это холст 21-го года. Для нас это очень ценно, потому что мы как бы ведем речь об искусстве, о состоянии дел в искусстве по состоянию на 21-22 год. И вот это открытие, оно тоже как бы понимаете, вот в ряду тех, которые происходили до, они происходят и теперь, и дальше, я надеюсь, тоже будут происходить. Вот такой вот неожиданный экспортно-импортный вариант авангарда. Экспорт это когда его вывозят из столиц, из Петрограда, из Москвы. Импорт это когда регионы его получают. И вот хочешь ты того или нет, но давая приказ на уничтожение, никогда не добьешься до конца. Все это останется, рукописи не горят. Я хочу добавить к тому, что рассказал Эльдар по поводу уничтожения авангарда. Действительно, начиная с 30-х годов и вплоть до, я думаю, середины 50-х приходили регулярно такие какие-то приказы из Министерства культуры об уничтожении авангарда. В музее приходили эти приказы. это были какие-то видны телефонограммы, скорее всего. Потому что я очень на этой теме интересуюсь и пытаюсь найти какие-то документы. И вот ни в одном из архивов музея, где я это искал, а где, куда они приходили, точно, никакой документации я не нашел. То есть люди, которые давали эти приказы, они, видимо, уже чувствовали сами, что они совершают некое культурное преступление. И для них желание спрятать концы в воду для них было очень важной. Поэтому это не были приказы на бланках. Скорее всего, кто-то звонил и говорил уничтожить. И вот мне рассказала у жены непокойная, к сожалению, одна замечательная женщина, директор Самарского музея Аннета Якольна-Бас такая была многолетняя директор этого музея. И она говорила, что к ним два раза приходил в 50-е годы такой приказ. Тоже это был какой-то телефонный. И они говорили, да-да-да-да. А потом они срочно прятали все картины авангарда куда-то на черный ход под лестницу растаскивали. Может, даже домой уносили, чтобы не уничтожить. Но если вдруг приедет какая-то комиссия, они скажут, да, вот, знаете, картин у нас больше нет. И вот эти героические люди, но я знаю только два музея, где действительно были такие вот акции уничтожения, когда собралась комиссия, сжигали картины и графику во дворе музея. Но это два музея из множества других, где ничего этого нет. Вот герои, на самом деле, эти музейные работники, которые все это хранили. Что за два музея отступники? Я не буду говорить. Я хочу вернуться к Казани, потому что действительно вот здесь присутствуют сотрудники Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан. Вот они там сидят. И они, как никто другие, знают о замечательном искусствоведе, работнике музея Новицкий. Фамилия его, да, замечательный человек, который вот совершенно верно, он спас несколько работ русского авангарда, когда приходили вот эти письменные или телефонные указания о списании работ. Что такое списание? Это не то, что холст отправляют там, я не знаю, уничтожить, не значит его сжечь, просто отдают художникам под запись. Холст все-таки это материал, можно счистить краску и написать какой-нибудь портрет вождя или тематическую картину. Вот что такое списание этой картины. Так вот, из музея в Казани были списаны работы Николая Синезубова. Две живописные картины, жанровые, начало 20-х годов. Придя к нам сейчас на выставку в присутственные места, вы увидите тоже Николая Синезубова и оцените по достоинству его мастерство жанриста, портретиста. Он очень интересный, очень такой своеобразный художник, очень острый, я бы сказал, драматичный. И вот две картины, по всей видимости, тем людям, которые приказали их уничтожить, не понравилось, что эта женщина с оголенной грудью моет голову над тазом. Как бы предмет явно, знаете, такой вот не отвечающий интересам советских людей. И эта работа должна была быть отдана художникам худфонда на списание. Что сделал он? Картины списаны, картины нет. Он их унес домой. Но дальше что? В 80-е годы он их вернул в музей и музей опять их принял под инвентарные времена, инвентарные номера под постоянное хранение. Вот этот подвиг, конечно, подвиг в Петербурге таким же подвижником был в свое время директор Русского музея Василий Пушкарев, который стал такой легендарной личностью, когда была партийная разнарядка выдать Малевича одному из тогда сотрудничавшим с советской властью миллионеру американскому Хаммеру. Он их спрятал на чердаке. Это легендарная история. И сказал, что нет никакого Малевича, не напрасно вы ищете. Но я могу сказать, что я немножко поделюсь, у меня был опыт музейной работы еще в советское время. Так вот, я удивился, что некоторые вещи каталожные были литера А, литера Б. Так вот, в ангар был литера Б. Это как бы было искусство такого, ну вот, понятно, второго плана. И поэтому с ним могли происходить. Второго сорта, да, я не решился это сказать. Вот, но это было действительно так. Что-то, помимо вот этих, ну, горестных страниц, вот, когда уничтожали, да, буквально, что-то погибло во время Великой Отечественной войны, не нужно это тоже забывать, да, вот, на территории Смоленской области, вот, Воронежский музей, Витебский музей, да, конечно, да, 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 это тоже такая горькая страница. Но вот, я вспомнил, вы спросили, были ли у вас открытия, я хотел поделиться просто тоже, как я открыл художника Филонова. Дело в том, что его рисунок 12-го года мужики обедающие попал в музей Алма-Аты. И в то время, когда Филонова у нас в стране еще не публиковали, Алма-Атинский музей, и вот я хочу раскопать эту историю, это издание, сейчас скажу, 1984 года, набор открыток из Алма-Атинского музея, сколько там начинается все очень подробно, русская живопись. И вот там идет Серебрякова, я помню, Машков и неизвестный мне художник. И вот благодаря смелости тому, что Алма-Атинский музей решился опубликовать эту работу, я открыл для себя художника и заинтересовавшись им, стал его исследовать. То есть, это тоже момент, когда мы говорим о музейной отваге, вот это тоже к этому же ряду можно отнести. Очень интересны все эти открытия. Вот Эльдар говорил о том, что внезапно обнаружилась работа Плутуновой. У вас, наверное, может возникнуть вопрос, откуда она там взялась. Дело в том, что у нас на выставке это можно тоже увидеть. В то время, ну, сами знаете, какое время, голод, холод, нехватка ресурсов и всего прочего, холстов в том числе, это была нормальная традиционная практика, что холсты записывались с двух сторон. И вполне нормально было взять, перевернуть холсты и написать там что-то другое или отдать этот холст другому художнику, который написал бы там тоже что-то другое. И на нашей выставке вы увидите несколько таких работ. Когда вы придете, они экспонируются таким образом, в такой специальном отверстии, где с одной стороны виден один разворот, а с другой совершенно другой. и на другой стороне там есть портрет, например, который висит сбоку. И может возникнуть вопрос, почему он висит боком. Так вот, он висит не потому, что мы его так повесили, а потому, что этот холст записан из двух сторон. С одной стороны одна работа, с другой стороны совершенно другая. И вот в этой связи у меня вопрос. Был разговор о том, что в начале 20 века была популярна шпалерная развеска и в Третьяковской галерее в том числе она висела, работы висели таким образом. Они заполняли практически все пространство стены. Сейчас музейные технологии и вообще в принципе экспонирование стали совершенно другие. И это нормальная история, когда на одной стене висит одна работа. И в общем, мы к этому все привыкли. И хотел бы спросить, как отличается, наверное, музейное экспонирование, как оно изменилось за это время. Оно очень сильно изменилось. И как люди стали воспринимать это искусство. Идет ли это на пользу, наверное, или как-то поменялось восприятие людей, которые приходят его смотреть. Наверное, Анна Владимировна, как директор музея, сможет ответить. Я хочу сказать о том, что привели примеры подвига музейщиков, когда произведения уносились для того, чтобы их сохранить, а потом возвращались в музей. Я в своей деятельности сталкивалась с тем, что работы просто не ставились на учет. Они хранились в музее, в папочке условно. И вот в это тяжелое время их не ставили на учет. То есть люди приходили, а им говорили, ну, у нас нет, ну, вот на учете нет. А в закромах эти папочки лежали. Потом, когда пришло более хорошее время, эти произведения поставили на учет. Что касается экспонирования, на мой взгляд, работы классического искусства и работы авангарда должны экспонироваться несколько по-другому. Потому что само искусство, его история, вот эта некая эпатажность, которая была в 1920-е годы, она подразумевает, что в экспозиции куратор может чуть-чуть похулиганить, сделать ее более интересной, возможно, привлечь тем самым зрителя, чтобы стало понятно, соответственно, ну, какие-то смысловые точки, да, которые закладывал художник в свои произведения, и почувствовать через экспозицию дух времени. На мой взгляд, ну, мы уже в Нижнем Новгороде поднимали эту тему, что детям практически авангард не надо объяснять. У них ассоциативное мышление, и они чувствуют и понимают его, и пытаются, ну, скажем так, пофантазировать над тем, что изобразил художник, гораздо проще, чем, возможно, ну, скажем так, более взрослый посетитель. Поэтому, ну, вот, например, у нас музей, я думаю, и в других музеях пользуются для понимания искусства экскурсии, какие-то образовательные программы. То есть, когда зритель идет со специалистом, и ему рассказывает о времени, и почему время так повлияло на творчество художников, то есть, отрекаемся от старого, вот новый мир, надо писать по-новому, надо какие-то, ну, новые изображения, закладывать на холсты, на графические листы. Поэтому зритель, когда идет со специалистом, ему становится все проще и понятнее. У меня была такая ситуация, когда мы делали выставку «Авангарда», у меня есть отдел, который отвечает за посетителей, за привлечение посетителей. Ко мне пришел начальник отдела и сказал, ну, мы как любой музей, у нас есть план. Они сказали, «Авангарда, скоро выставка закончится, можно ли ее продлить? К нам люди так хорошо идут». То есть, понимаете, вот, ну, меняется сейчас восприятие зрителя. Мне кажется, больше появляется литература, больше вот таких вот интересных выставок, которые объясняют, больше встреч с кураторами, наверное. Поэтому, мне кажется, сейчас искусство «Авангарда» стало более понятно зрителям. Да, я хочу сказать о том, что насколько важны вот такие художественные проекты, подобные нашему, в деле не только просвещения людей, но и вот как бы такого резонансного отклика на это событие в самых широких кругах общественности, когда публикуется информация об этих художниках, о картинах, когда на время истории о неожиданных приобретениях и находках захватывают воображение зрителей, и это интригует, это действительно встречает какую-то удивительную такую реакцию, восприятие, что неужели чудеса еще возможны спустя сто лет? И появляется такое, ну, как бы, такое доброе отношение людей, хранителей наследий, художественных наследий. Я вам скажу честно, вот благодаря этому проекту стал возможен дар, нынешний дар, который вот был осуществлен буквально вчера Казанскому музею. Речь идет о трех рисунках Веры Хлебниковой, сестры великого поэта Велимира, и она была студенткой Казанской художественной школы в девятисотых годах, и в семье Хлебниковых-Метуричей, в семейном архиве сохранились рисунки казанского периода, и были достаточно долгие переговоры с наследниками о передаче этих рисунков, но вот как бы весть о Казанской выставке, вот этой грандиозной выставке, показывающей все грани искусства, повлияла на решение наследника, наследницы Веры Маевны, которая согласилась передать эти рисунки замечательной художнице-авангардистке, а имя Хлебникова очень важно для Казани. Вот сегодня я, к сожалению, не успел на презентацию замечательной книги Арсена Мерзоева, но я вижу, что вы здесь, так что привет. Книга вышла, и вот рисунки Веры Хлебниковой, отчасти благодаря выставке «Авангард на телеге XXI век», теперь уже в Казани. Вот Ильдар начал говорить о важности казанской школы, и я бы хотела сказать, что выставка, которая сейчас у нас проходит в Казани, она приземлена на казанскую почву, и это не просто набор работ, которые участвовали в предыдущих выставках, Ильдар, он проделал огромную работу в том, чтобы интегрировать вот эту казанскую школу, школу казанских авангардистов в экспозицию. Я бы хотел, чтобы он немного рассказал о том, какие имена там представлены, именно казанских, важных для нас всех художников, какую роль они играют на выставке и вообще в этом контексте. Я бы начал с того, что следует упомянуть имена казанских исследователей казанского авангарда. Это, прежде всего, Ольга Улемнова, чью книгу мы ждем буквально наскоро-скоро на выходе, благодаря стараниям Кирилла Маевского. Это Екатерина Ключевская, которая потратила очень много лет своей жизни научной исследованию проблем Казанской художественной школы. Она исследовала очень многие сокрытые от внешнего взора биографии художников Казанской школы. Очень важное исследование для истории. И недавно покинувшая нас Розалина Гумеровна Шагеева, которая тоже писала о художниках-татарах, по национальности татарах, которые составляли, в общем, ядро объединения СУЛФ. Это конструктивистское лефовское объединение, которое было в Казани в 20-е годы. Ее исследования были опубликованы в середине 90-х годов. Небольшой каталог был, такой в мягкой обложке, теперь уже ставший раритетом. Исследование Екатерины Ключевской. Это рубеж 90-х годов. А Ольга Улемнова занимается исследованием казанского авангарда на протяжении последних 20-25 лет, может быть. И вот совместными усилиями мы все стараемся, пытаемся делать одно дело, чтобы картина казанского авангарда, казанского искусства была как можно более понятной, более информативной и содержала в себе многие те детали, о которых мы даже и не подозревали. Этому способствуют многочисленные публикации. Так вот, конечно же, мы стремились к тому, чтобы выставка, тележная выставка, которая показывается в Казани, носила черты, или имела бы акцент казанский. И мы были заинтересованы в большей репрезентации работ казанских живописцев и графиков здесь. Благо, что тут очень большое поле деятельности. В Казани существовала такая суперизвестная группа «Всадник», графический коллектив «Всадник», который занимался публикацией авторских гравюрных альбомов, малотиражных. Это графические сюиты с оттисками, которые авторы сами печатали с форм. И многие художники этого объединения представлены у нас коллекцией наиболее широко. Это художник Николай Шакалов, один из основателей группы «Всадник», который прожил очень недолго, в 27 лет он утонул, переплывая реку Казанку. Это вот, кстати, в назидание. Не пытайтесь переплыть реку Казанку, она очень широкая. Это художник Иларион Николаевич Плещинский, который внес неоценимый вклад в дело развития казанской гравюры. Он находился в плену во время Первой мировой войны в Германии, узнал, изучил немецкий экспрессионизм и методы, и альфа, и гамму, дельта немецкого экспрессионизма привнес в казанскую гравюрную школу. Это художники Чеботарев, Платунова. Есть еще даже такие потерянные практически во времени в пространстве художники, такие, как, например, Петр Зотов. О нем нет никакой информации биографического характера. Есть только упоминания в переписке Дмитрия Мощевитина с Чеботаревым о том, что вот был такой очень необычный, необычного поведения юноша, который всех шокировал, может быть, своими акциями. Он участвовал в модернистских выставках «Подсолнечник» в 1918 году. И от него осталось всего две работы. Представляете, две работы от художника. После 1918 года его следы теряются. Одна работа из этих сохранившихся висит у нас сейчас в зале. Она совсем небольшая. Постарайтесь ее узнать, увидеть, заметить, внимательно приглядеться к ней. Вот Зотов. И есть художник такой Никитин, о котором казанские рецензенты выставок, такие, как Борис Деники, писали, какие замечательные беспредметные холсты и контррельефы он представил на выставках. Речь идет об Игоре Никитине. Так вот сейчас мы знаем о том, что от Никитина осталось не более 5-6, может быть, работ. И две из них висят у нас сейчас на выставке. Тоже интересные образцы почти утраченных художников. Вот очень важно было как бы восстановить, не только реконструировать, но и восстановить эти лакуны как бы самим участием этих художников в экспозиции нашей. Более того, мы хотели расширить репрезентацию уже известных имен, таких как Чеботарев, работами из Третьяковской галереи. Вот, например, вчера вот замечательный художник современный Александр Пономарев на приеме мне сказал, как вам удалось получить работы из Третьяковки на свою выставку. Третьяковка никому ничего не дает. Нам дали. Сейчас шесть работ Чеботарева и Платуновой. Абсолютно, совершенно крышесносные работы 22-го года, представленные на этой выставке. Это такие стилизованные портреты эпохи, изображающие рабочего, колхозника, большевика, революционерку. И это первая демонстрация работ Чеботарева за сто лет. Последний раз они показывались аж в 1924 году. То есть нам важно было восстановить вот это вот дыхание Казанской школы в экспозиционном пространстве, так, чтобы они чувствовали себя добротно, комфортно и стали бы частью этой большой экспозиции. Опираясь на каталог выставки в Советске, третья выставка в Советске, которая состоялась в 1921 году, мы видели, что как бы участие казанцев было достаточно ощутимым. И некоторые художники были представлены десятками номеров своих своих работ. Действительно, на фоне 350 в количественном отношении, там 50 работ Платуновой давали впечатление о ее эволюции, художественном развитии. Так что, вот я хочу, чтобы каждый зритель нашей выставки почувствовал вот этот вот казанский акцент выставки. На самом деле, все, что мы делаем, все выставки, включая вот этот большой проект «Авангард», мы делаем для того, чтобы все пришлись туда, сюда, туда, нашли для себя что-то свое, что-то новое, для себя интересное, и погрузились, можно сказать, в какой-то контекст, поняли, что все вот эти проекты и сто лет назад, и сейчас, они происходят в какой-то парадигме некое развитие, что это не вырванные из контекста произведения, которые просто висят на стенах, что они объединены некой идеей, что они объединены художественными средствами и составляют какое-то ядро, чтобы все люди, ну, помимо какой-то эстетической, наслаждения, проследили какую-то историческую тоже канву, она у нас на выставке присутствует, мне кажется, достаточно ярко показана, и в этой связи хотела узнать, вдруг ли у вас есть какие-то вопросы к нашим кураторам, касаются ли они выставки, касаются ли они исторического контекста, или может быть у вас есть какие-то вопросы к тому, что мы все обсуждали, к подвижничеству, или к поискам, находкам, кладам, или чему-то подобному, наши спикеры все, я думаю, готовы с удовольствием, ответить на вопросы. Если вопросов нету, то всех приглашаем на выставку, приходите, всех будем очень рады видеть, выставка работает до 12 января, но не затягивайте, потому что обычно как-то всегда так получается, что все думают, ой, очень много времени, много времени, а потом раз, и все заканчивается, говорит, ой, как же так, я не успел, поэтому все приходите, всех очень ждем. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ